Глубоко уважаемые коллеги, мне сегодня досталось осветить вопрос, с какими же трудностями мы сталкиваемся в реальной клинической практике при лечении пациентов, страдающих не мелкоклеточным, а мелкоклеточным раком легкого. Ну и в концепции конференции хочется сказать, что мне приятно сказать о том, что на сегодняшний день все трудности наши заключаются в том, что мы имеем с вами для лечения рака легкого огромное количество опций. И, конечно, тяжело клиническому онкологу, который имеет зачастую сейчас и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в регионах есть доступ уже и к различным антигиогенной терапии вместе с химиотерапией, и к препаратам тирозинкиназным ингибиторам первого и второго поколения, и к иммунотерапии, к комбинированным режимам с химиотерапией, к комбинациям химии иммунотерапии и таргетной терапии. Так, новая комбинация двух чекпоинт-ингибиторов. И очень приятно говорить о том, что сейчас мы, имея все, мы только должны подобрать, как сказала Наталья Владимировна, правильное лечение для правильного пациента. Как нам с вами сегодня, имея огромный арсенал, выбрать того правильного пациента, для того, чтобы принести ему первую пользу нашим лечениям, увеличить его продолжительность жизни, при этом постараться еще не ухудшить качество его жизни. Если мы говорим о пациентах с наличием драйверных мутаций, то арсенал у нас достаточно полон. И Рашта Ахидна сказала буквально сейчас о том, что при планомерном использовании этих опций и, не побоюсь этого слова, переставляя их местами, мы имеем выигрыш при той или иной комбинации в медиане времени до прогрессирования, что я хотела показать на примере терапии ингибитором АЛК. Если мы в первой линии назначаем алектинип, посмотрите, 34,8 месяца, потом, если мы назначаем цирентенип, уже 3,7 месяца. И наоборот, если мы с вами кризотенип назначили в первой линии, то это всего 10,9 месяцев, а если назначили уже цирентенип во второй линии, то это всего 6,7 месяцев. Поэтому для пациентов с драйвером и мутациями, имея сегодня огромный арсенал, нужно правильно подойти к лечению пациента. Несомненно, выбор наш с вами пополняется и усложняется, потому что появляются принципиально новые опции и новая новелла в контексте конференции. Это появление комбинации для пациентов с GFR-мутацией, комбинации рлатиниба с рамоцирумабом. Здесь получены очень хорошие результаты по времени без прогрессирования на сегодняшний день для пациентов, у которых выявлена GFR-мутация. Но единственное, что исключение, они не должны иметь специфического поражения головного мозга. Рак легкого. Этот слайд любезно предоставлен мне Натальи Владимировны Жуковой. Здесь мне приятно об этом говорить. Мы имеем огромное количество опций. Как в первой линии, в монорежиме, в комбинированных режимах и для мелкоклеточного рака легкого, чего мы раньше с вами не имели. Мы имели только химиотерапию. И, к сожалению, эти пациенты у нас быстро погибали, потому что не было эффективных терапевтических опций. Ну и в зависимости от уровня PDL-экспрессии мы с вами можем подобрать тот или иной вариант лечения. Как же нам, имея огромный арсенал, выбрать этого правильного пациента? На что мы в реальной клинической практике с вами будем основываться? PDL-экспрессия важна, конечно. Есть ли трудности в сегодняшний день ее определений? Нет. Я думаю, что ее нет, наверное, сейчас нигде. Это и программа ОМС, это и в программах рамках РУСК, мы с вами можем определить. Мутационная нагрузка, и КОП пациента. Я думаю, что незатруднительно определить, но он нам нужен перед началом, иммунотерапия. Сопутствующая патология, конечно, если мы говорим, допустим, по поводу иммунотерапии в первой линии, допустим, в монорежиме. Для пациентов какой-то декомпенсированной сопутствующей патологии, где же тяжело использовать комбинированные режимы. Конечно, это клинико-биохимический показатель, гистологический вариант, в зависимости от этого та или иная комбинация. Это касается именно комбинированных режимов. Количество пораженных органов, локализация изменений. И, конечно, интересная когорта пациентов. Пациенты, которые получали терапию, имеющую драйверные мутации. Какую иммунотерапию мы можем предложить этим больным после прогрессирования на тирозинкиназных ингибиторах. Ну и если говорить о пациентах с высокой ПДЛ-1-экспрессией, для того, чтобы не перелечивать наших больных, чтобы принести максимальную пользу с минимальной токсичностью. Учитывая, тем более, тот период, в котором мы сейчас с вами находимся, это период пандемии новой коронавирусной инфекции, мы понимаем, что если мы видим перед собой гиперэкспрессора, то лучше ему дать, конечно, монотерапию. Таким образом, не добавляя ему химиотерапию. И мы понимаем, что при добавлении химиотерапии к иммунотерапии усиливается возможность эффектов цитостической терапии и возможность больше заразиться новой коронавирусной инфекцией. Ну, в первой линии мы с вами, конечно, у нас нет проблем, мы определяем в нашей диагностике для гиперэкспрессоров в первой линии для тезолизумаба, пембролизумаба, ПДЛ-экспрессию. И если мы говорим о комбинированных режимах, то тут нет необходимости определять ПДЛ-экспрессию. Что очень важно, почему я говорю, что если вы видите в своей клинической практике, что у вас достаточно высокая ПДЛ-1-экспрессия, то посмотрите на примере обновленных данных ЭСМИ 2020 года в монорежиме пембролизумаба время без прогрессирования преимущества у этих пациентов по сравнению с химиотерапией и общей выживаемостью. На Велла 2020 года в нашем арсенале клинических онкологов появляется еще одна новая терапевтическая опция для лечения гиперэкспрессоров. Это тезолизумаб в первой линии. Это регистрационное исследование, я на нем не буду останавливаться, только покажу о том, что, конечно, мы получили очень хорошие тоже результаты по общей выживаемости и по времени без прогрессирования. Если говорить о значении терапии в первой линии гиперэкспрессором по сравнению с комбинированным режимом, почему именно предпочтение я выбираю в своей клинической практике для гиперэкспрессоров в монорежиме? Потому что, посмотрите, наглядно видно, если мы говорим про комбинированные режимы при высокой экспрессии, то результаты по времени без прогрессирования, они такие же и сопоставимы, что в монорежиме, что в комбинированном режиме. И общая выживаемость такая же, как в монорежиме у пациентов, так и в комбинированном режиме. Я, как сказать, не призываю вас, но говорю о том, что давайте все-таки сопоставлять возможную эффективность и выделять этих гиперэкспрессоров с той токсичностью и безопасностью, которую мы, учитывая данное время, в которое нелегко мы сейчас с вами работаем, выделять именно этих пациентов и предлагать им менее токсичное, но не менее эффективное лечение. А те пациенты, которые имеют низкую или отрицательную эпидеэкспрессию, что же нам делать с этими больными? Есть ли у нас здесь вопрос? А здесь миллион вопросов тоже, потому что мы имеем огромное количество терапевтических опций. Ну, на примере клинического случая я бы хотела сказать, это наш пациент, 63-го года рождения, плоскоклеточный рак промежуточного с переходом на нижнедалевую бронхи справа, ПТ2АН1М0. Ему выполнено было хирургическое лечение с лимбодисекцией в 2018 году, и сопутствующая патология ему свойственного возраста компенсирована. Он на умеренно дифференцированный плоскоклеточный рак нижнедалевого промежуточного бронха с одним измененным лимфатическим узлом. Но хочется сказать, что данного пациента отпустили, его наблюдали, и к нам он обратился уже в октябре 2019 года. У него появились жалобы на дышку при минимальной физической нагрузке, слабость, субфибрильную лихорадку. Ему выполнили фибробронхоскопию, было подозрение на рецидив плоскоклеточной метаплазии. Повторили ему фибробронхоскопию, доказали, что это прогрессирование. Иммуногистохимический плоскоклеточный рак, ПДЛ-экспрессия отрицательная. Ну и по ПТКТ было выявлено достаточно большое образование в культе промежуточного бронха, 33 на 42. Смотрите, какой достаточно высокий СУВ, 14, да. И были изменены небольшие лимфоузлы, оперативные лимфоузлы. МРТ головного мозга норма. И вот такого пациенту мне бы хотелось запустить интерактивное голосование. Что бы мы с вами предложили для пациентов в первой линии, имеющие негативную экспрессию? Да, он ЭКОК-1-2 за счет своего распространения. Сокомпенсированные сопутствующие патологии, с нормальными клиническими биохимическими показателями. Негативную экспрессию, да? Да. А, извините, пожалуйста, да. Первая опция – таксол с карбоплотином. Вторая, возможно, гемзарстасплотима, навильбин. Комбинация таксола с карбоплотином, с пембролизумабом. А, возможно, неволумаб, эпилимумаб и два циклахимиотропии. Ну, а это выведено должно быть на отдельный слайд. Он выведен, да, для голосования? Выведено, да? А что-то у нас не видно голосование. Как вы голосует-то? Можно, да, звучит результаты? Ну, мне очень приятно, что мои коллеги являются нашими единомышленниками, да, городского онкологического диспансера и лечат пациентов согласно рекомендациями. Напомню, что назначение лечения было в декабре 2019 года. Да, комбинация, я позже скажу, неволумаба с эпилимумаба зарегистрирована только в августе 2020 года. Это является новеллой 2020 года. И, а следующий слайд можно, да, мне уже перелистнуть? И данному пациенту была начата химиотерапия вместе с комбинацией с пембролизумабом с декабря 2019 года. Проведено 4 цикла. В дальнейшем пембролизумаб продолжен в монорежиме. Учитывая плоскоклеточный вариант опухоли, пациент был обсужден, и мы ему добавили лучевой терапии на фоне продолжения терапии пемболизумабом. И посмотрите, какие замечательные результаты мы получили у данного пациента. Мы видим, что у пациента был выявлен полный метаболический ответ. У него сохранялись небольшие очаги, и по настоящее время он продолжает лечение в монорежиме. Ну, посмотрите, вот так вот выглядели его снимки в процессе лечения. Сейчас мы имеем полный метаболический ответ. Но что хочется сказать? Если мы не конкретно к этому пациенту применяем дуплеты или триплеты, а лечим наших пациентов, отвечаем на вопрос, что здесь важно, то посмотрите, если мы говорим здесь про низкие ПДЛ-1 экспрессию от 1 до 49, то мы перейдем уже к варианту неплоскоклеточному, потому что плоскоклеточный только что продемонстрировала я. То здесь посмотрите непринципиально, какую схему вы используете. Здесь примерно одинаковые результаты общей выживаемости. Если говорить, допустим, у пациента, как в нашей ситуации, низкая ПДЛ-1 экспрессия, а если бы это пациент был, допустим, с аденокарцином, и здесь какой режим бы мы использовали? Здесь тоже наглядно показано, что и здесь, независимо от какого режима вы будете использовать при неплоскоклеточном варианте, общая выживаемость тоже у пациентов одинаковая. То же самое касается и времени беспрогрессирования у пациентов с низкой экспрессией. Здесь тоже вы видите, что время беспрогрессирования у них одинаковое, поэтому вы, если мы говорим о неплоскоклеточном варианте, вы можете использовать абсолютно любую схему терапии. И времени беспрогрессирования, если мы говорим про отсутствие ПДЛ-1 экспрессии, здесь тоже наглядно показано, что одинаковые результаты. Что хочется сказать? Мы как клиницисты, я поставила один из вопросов, используем ли мы в своей клинической практике количество изменений специфических в печени или в головном мозге и локализацию первичную. Так что было показано на данных клинических исследований, что мы с вами перенесли в реальную клиническую практику, это то, что мы с вами, независимо от того, есть у нас поражение печени или нет, у нас с вами будет работать комбинация иммунотерапии вместе с химиотерапией. То же самое касается головного мозга. То же самое касается влияния опухолевой нагрузки на эффективность. Независимо от количества очагов и количества опухолевой нагрузки у нас с вами будет эффективность у комбинированных режимов. Самое интересное, что на сегодняшний день мы с вами имеем принципиально хорошую новую терапевтическую опцию в реальной клинической практике для пациентов, которые получали таргетную терапию, прогрессировали. И если мы видим, что у них есть мутация Т790М, то мы предлагаем им асимертениб. Если прогрессирование, то комбинированный режим именно для этих пациентов в реальной клинической практике и вообще на основании данных регистрационных исследований более эффективен – это отезы БЕО с химиотерапией. А если мутации нет, то сразу назначен данный режим. Конечно, если бы у нас была бы машина времени, мы перенесли бы этого пациента, почему последним пунктом был вопрос возможности использования комбинации двух чекпоинт-ингибиторов, то, несомненно, мы могли бы предложить ему совершенно новую опцию. Это комбинация неволумаба с эпилюмумабом и всего два цикла химиотерапии. Посмотрите, 63% живо через один год пациентов. У них достаточно хорошее увеличение общей выживаемости. Что самое интересное, независимость от педилиэкспрессии нам неважна, по сравнению с предыдущими слайдами, которые я показывала при выборе терапии. Если мы говорим о гистологическом типе опухоли, здесь тоже мы с вами, независимо от неплоскоклеточного или плоскоклеточного варианта, можем назначить. И, конечно, мы наблюдаем достоверное увеличение времени без прогрессирования. И что самое интересное, длительность ответов на терапию, посмотрите, следовательно, мы еще получаем данные, еще медиана не достигнута, но промежуточные данные, одногодичные, здесь посмотрите, 11,3 месяцев длительности ответа по сравнению с 5,6 на фоне химиотерапии. Частота объективного ответа достаточно выше. Ну и таким образом мы имеем с августа месяца новую опцию. Если говорить о местораспространенном процессе рака легкого, немелкоклеточном, то здесь мы с вами имеем новую терапевтическую опцию и новые обновленные данные о медиане времени без прогрессирования. Напомню, это пациенты, получавшие химио-лучевую терапию с последующим проведением иммунотерапии дырволумаба с очень хорошими результатами, как время без прогрессирования, так и общей выживаемости. Ну и время заканчивается, но, тем не менее, мелкоклеточный рак легкого. Если раньше мы с вами понимали, что, посвечая такого пациента в реальной клинической практике, мы ничего ему предложить не можем, кроме химиотерапии и медиана общей выживаемости была достаточно низкой, то теперь мы с вами имеем две терапевтические опции. Это комбинация от изолизумаба с химиотерапией и комбинация от дырволумаба тоже вместе с химиотерапией. Я буквально кратко покажу у нас клинический пример. Достаточно тяжелая пациентка в марте 2200 года поступила с одышкой в покое, выраженной слабости, с обфибрильной лихорадкой, и кок у нее 2-3. Достаточно большое образование было выявлено в корне правого легкого с огромным количеством поражений надрогрудных лимфатических узлов, с поражением плевры и надпочечников. В пациентке выполняется биопсия, выявляется мелкоклеточный рак легкого, и в качестве первой линии терапии на тот момент у нас была такая возможность, и сейчас она есть. Просто если мы перенесемся с вами в настоящее время и в обновленные рекомендации по возможному использованию уже нового препарата, пополнения арсенала, лечения мелкоклеточного рака легкого, повторюсь, это комбинация дырволумаба дырволумаба с химиотерапией, то сегодня вы имеете 2 терапевтические опции. И выбор здесь абсолютно у них идентичен. Это пациенты с мелкоклеточным раком легкого, это допускается и метастатическое поражение головного мозга. И посмотрите, мы начали лечение этой пациентке в июне 2020 года. И что мы имеем буквально? Она вчера делала контрольное обследование. Мы имеем рентгенологический контроль. Могли мы мечтать о таком, да, при мелкоклеточном раке легкого. И имеем контрольные симптомы заболевания. И что самое интересное еще, да, на сегодняшний день у нас с вами существует еще одна проблема. Мы понимаем, что рак легкого, при раке легкого чаще всего на фоне иммунотерапии у нас встречается иммунопосредо нежелательное явление, как пульмонит. Вы перебираете уже больше минут. И посмотрите, именно у этой пациентки нам пришлось дифференцировать пульмонит по сравнению с возможным развитием новой коронавирусной инфекции. Поэтому, конечно, это один еще из камней преткновения в лечении наших пациентов. У данной пациентки была зарегистрирована новая коронавирусная инфекция. Удачно пролечили и продолжили достаточно эффективную опцию. Благодарю за внимание. Продолжение следует...